Случилась небольшая заминка, я вчера записывал серию, и концовка не записалась, потому что у меня кончилась память, а опять не вылезло об этом уведомление. Бывает, но в общем-то тут недалеко, я поговорил с нашим товарищем, где он вообще, в какую сторону пошёл, с главным этого поселения, ремень, ну да. И он мне дал следующий квест, свержение Хасана встретится с группой бомжар. Пора показать Хасану, кто тут царь и бог. Надо дать команду атаки моим верным псам, которые уже ждут меня где-то недалеко от жидкостного склада. В общем-то, добить остатки противников на жидкостном складе мы должны, вот и всё. Так, тут у нас кто? Это у нас залез сюда бляха почему-то. Да, вчера я, кстати, пересмотрел на монтаже, действительно, я же перезагрузился до взятия квеста у бляхи на его пушку. Он почему-то вообще теперь не разговаривает. Чего он туда залез-то, я не понимаю. Там вроде загорелся, поговорить, но... О, вот можно. Работёнка, хорошо. Ну то есть, если что, мы вернём ему это оружие, хотя в этом уже нет смысла. Умерли абсолютно все, даже торговец умер, я вообще в шоке. Осталось всего три человека. Бляха, ремень и смуглый. Вот и всё, собственно говоря. Время у нас 19.09 по игре. До встречи, тут, видите, ни о чём не поговорить. В принципе, я предлагаю поспать, потому что фонаря нет, в торговле его тоже не было. Соответственно... А уже время 19.11, это значит, что скоро ночь. Ночью не хочется ничего штурмовать. Ляжем, поспим, дальше будет видно. Чё-то теперь кнопочка F не загорается, не понял. Куда нажать-то надо? Кровать у нас вот тут написано. Ну, не нажимается кнопка. Что странно, давай попробуем перезагрузиться. Но возможность спать пропала. Ну, да. Ха, прикол. Ладно, ладно. Пусть будет так. Значит, не поспим, к сожалению. Сосисочки кушаем и направляемся штурмовать. Что подробнее? В общем, по патронам всё довольно, ну, так скажем, не очень. Да, кстати, для Мосинки мне дали патроны. Развердить 20 бронебойных он мне дал в награду за зачистку и немножко денег. Ну, а, собственно, сама Мосинка с Хасана, если что. Так, всё, идём. Надеюсь, что ничего не провалится. Покойников тут, конечно, куча. У Хасана невероятно большое количество хп. И он всех перебил, всех бомжей. А, уже туда всё переместилось. Ну, пойдём туда, а потом уже заберём обрез по квесту. Так, сидят, смотри, ух, какой отряд, ух, какие, тут надо прям... Здорово, здорово. Скриншотно красиво можно сделать. Ух, какие. Так, ты кто у нас главный? Это у нас Гоша Марсианин с каким-то интересным противогазом. Это ты, Толик? А чё, не видно? Ну чё, надерём жопу Хасану или как? Ясен пень. Я чё, просто так сюда припёрся? Давай за мной, мои верные псы. Не понял по поводу надерём жопу Хасану. Так мы же его уже вроде как нейтрализовали. А, они именно за мной будут идти. Да, кажется, они привязаны ко мне. Что ж, в таком случае идём сюда. Делаем, наверное, отдельный сейв, 22-й. И штурмуем вот этих чертей, которые меня выпотрошили. Бам! А, ну видишь, всё, понимаешь. Пошли вот эти клины непонятные. Куда же без этого? Ничего себе, что он сделал? Он прям рукой сваншотил нашего товарища. Да в самом неподходящем... В самом неподходящем момент пушка постоянно клинит. Ну, в принципе, же за, так оно и должно быть, судя по всему. Да что ж такое-то, ну? Понятно, тут опять вот этот вот экзоскелетник. С невероятно большим количеством ХП. Ты что, на меня селишься? Да. А подожди, а там же был Хасан? Опять Хасан? Походу, игра всё-таки забаговалась и двойника заспавнила. Я так подозреваю. О, готов. Там ещё не видно же, нихрена. Этих надо, я думаю, ножами добивать. Чтобы они встали, а то мало ли вдруг встанут. Не, ну прям какое-то ружьё ни о чём. Ничего не видать. Он там сидит, перезаряжается. А квест у нас в этой стороне почему-то. Всё, он упал раненым. Я его просто добиваю, потому что, я так понял, в дым зелёный лучше не лезть. Пять человек, двое из которых наши. Тут один наш, я не пойму, он раненый или что? Да не, он не ранен, он просто тут сидит на складе. Вон ещё. Так, тут ранили что ли кого-то? Да, тебе говорит, мне водяры. Ты где вообще? Да, чертил раненый. Добили, идём сюда забирать обрез, наверное, хороший. Тут уже никто не спит, это хорошо. Забираем ружьё. Давай его, пожалуй. Как? Это сюда, это сюда. Так, ну и кто здесь? О, неужели он раненый пол, а? Какое удовольствие. Здесь тоже Хасан. А подожди, почему там тоже был Хасан? Короче, сейчас не понял, я прикола. Или там был не Хасан, я дурак? А он встаёт. Подожди, ты прикалываешься? Что это было-то? Ну ладно. Добиваем его таким образом. Два патрона осталось. У него мы находим пулемёт. А что он и не пользовался-то? Он с пистолета стрелял. Я, наверное, его и не унесу. Да не унесу. Металлодетектор Электроника 97. Дорогой металлодетектор. Показывает расположение железа на экране. Очень удобен и улавливает большинство сплавов. Забираем. Вот это вообще неплохо. Но у меня вообще никаких металлодетекторов не было до этого. А тут сразу Велис. Неплохо, неплохо. Так, ну и что? Тут, по сути, осталось-то ещё несколько человек. Где-то. Плюс давай обыскивайся, ребят. Может, что и найдём для себя вкусного. Жаль, конечно, что все наши полегли. Ну смотри, я в принципе всё оббежал, но где-то кто-то остался. Потому что не обновляется счётчик. Потому что квест не обновляется. Ладно, давай в эту сторону сходим. Обновлено оборонять базу. Ого. Это что у него такое? 42 килограмма люк. Овце-быков. Придётся обороняться, ёпта. Сейчас обновился. Да, конечно, ужас и что-то творится. А это чучело-то никуда не исчезло, в отличие от моих, кстати, ребят. Где враги-то? Не знаю. Оборонять базу просто квест. Кто там загибается? Ничего нет. А я только аптечкой, наверное, могу его поднять. Перекись. Мне подходит. У меня была одна аптечка, но, видимо, я тот момент переиграл как-то. И теперь у меня нет ни одной аптечки. Так я что-то не пойму, два Хасана было. Второй сейчас тут бегает. Раненый. Отлично. Извини, но ничего не помогло. Если сейчас опять с квестом ничего не произойдёт, то я даже не знаю, что делать. Так, ну вот он упал. Я его замочил. Всё забираем, что мне нужно. Это что у него получается? ПММ. У него отличный шува. Состояние ПММ был. Ржавое ружьё ТОС. Наверное, оно всё-таки получше моего будет. Дальше что? О, дальше, по-моему, эти идут, да? Кто идёт-то? Скорее всего, противники. Кулемёту есть патроны? Нет. Ой, это враги. В смысле? А как мне быть-то? Они просто идут на меня. Они просто сюда зашли, и всё? Да. Ни хрена себе, с автоматами? Это просто жесть какая-то, короче. Во-во-во, и поаккуратнее, ты что делаешь? Шесть человек. Пять. Всё равно пять. Не, ПММ. Конечно, очень хорош. Три человека. Два. Всё, готовы рассказать ремню. Выполнено. Ой, ну ладно. Давай забирайте, ребят, всё, что нам нужно. Тут у кого-то был автомат, я бы его себе не проще был взять. Ещё бы, конечно, что-то было видно. А, или автоматы пропали, подожди. Хорошего качества ружьё. Тут есть Мосинка получше, поэтому старые выкидываю. Но, правда, это ружьё не ржавое. Оно всё равно убитое в ноль. Скорее всего, будет клинить. Но, мне кажется, поменьше, чем ржавое. Поэтому, вероятно, я бы его даже купил. Так, а калаши-то реально, что ли, пропали? Да я, в принципе, уже ничего не могу обыскивать. Я ничего не вижу. Если только контраст максимально убрать, то что-то видно. Но, конечно, картинка такая. Ржавый АКСУ. Но тут у меня есть не ржавый. 30 патронов было заряжено. Очень даже отлично. Вот хочется всех обыскать, а попробуй. Ну и всё, возвращаемся к ревню. Я, в принципе, понабрал всё, что мне нужно. Калашику целых 55 патронов. Можем идти. О, это тоже заряжен автомат. То есть, у меня 85 патронов для калаша. В принципе, если одиночками стрелять, то нормально. С примётом вообще непонятки. Так как патронов к нему нет. И нигде не было. Может, эти подойдут, типа? Ну, нет, конечно. Разряжаем обрез. Посмотрим, что я за него поучу. 4-5 человек. Ого, это кто тут ещё появился? Нашёл обрез. Укреплённая кожанка, водка и 1000 рублей. Укреплённая кожанка. Но она, конечно, поучше моей брони. Особенно гашение удара. А что там написано-то по информации? Обычная кожаная куртка с подкладкой. Упихнуты железные листы. Что даёт неплохую защиту. А тут? Простая куртка из синтетического материала. Защита особо не даёт. Однако в ней лучше, чем с голым торсом. Ну да, до этого я был в обычном свитере. Теперь базарим с рябнём. Хасан сдох вместе со своей кодлой. Серьёзно? Ты не представляешь, какой удар мы нанесли по ним. Как всё прошло? Драка была жаркая. Афганистан какой-то. Сначала мы ворвались на склад и начали мочить этих подшконочников. А потом набежали ещё бандосы какие-то. Человек 10 точные. А козлодой, которых бляха позвал, лохи конкретные. Толку от них мало было. Бандосы, базаришь. Думаю, они перебежали с химического завода на звуки стрельбы. Если это так, значит это была часть людей Креста. И если это действительно так, то химический завод уже не так хорошо защищён. Это наш шанс. 20 дробь, противогаз, даже аптечку дал. Ну и деньги. Что ты предлагаешь? Сейчас нам надо передохнуть и отметить победу в этом крупном сражении. Водкой я угощу. Откроем по такому поводу Путинку. Так что ты это, подходи как будешь готов отметить. А чего тебе отдыхать? Сидишь себе на жопе ровно в этой деревне. А я вот с пацанами делами занимаюсь. Ладно, я пойду как буду готов. Ага, потом надо ему сказать, что я готов и видимо пойду по квесту. Но пока подожди. Во-первых, я перегрушен. Во-вторых, противогаз. Он конечно хуже по броне, но лучше по химзащите. И там видимо будет химия. Ну а что мне эти банки, склянки таскать? Какой смысл, если нет торговца, верно? Все эти ПМ-ки ржавые. Так-то да. То есть даже поторговать нельзя. Кто-то пойдем посмотрим. Что-то уберем в ящик. Жалко просто выкидывать. А вот какие-то сидят хмыри, бомжи. Этот главный, но он со мной не разговаривает. Так, ну и спать я все еще не могу, к большому сожалению. Что-то у меня сломалось, в общем-то. Помните в прошлой серии я не мог обыскать цистерну? Теперь я не могу поспать. Просто у меня не загорается эф. Что-то сломалось, что-то плохое произошло. Но не знаю даже, что с этим делать. Поэтому, да. Так, если сравнить пушки, то ржавые даже будут лучше по точности. Поэтому берем ржавые. Ну и в принципе по состоянию лучше. Боевой ПМ у нас только один. Также есть травмат. Калашик, понятное дело. Ну это простой обрез. Убираем. Ну и в принципе убираю все, что мне не нужно. Оставляю все самое ценное. Разгрузился маленько. У меня, конечно, есть таблетки снотворного, но они не работают. Ну в том плане, что если я выпью, я не отрублюсь. Я просто такой типа, ну, видимо захочу спать. Но спать тут, как вы понимаете, не хочется сейчас в данный момент. Поэтому, видимо, мне остается просто сидеть и ждать, пока пройдет куча времени. Промотается оно до утра. И тогда идти куда-то. Возможно, именно так. Ну что, возвращаемся к ремню. Я готов отметить мою победу над теми бичарами. Нашу победу, нашу. Ну, присаживайте. Давай откупорим первый пузырь. Заодно и за знакомство выпьем. Я сказал, мою победу. Вы сидели, пока я мочил Хасана и его корешей. Так мы тоже не в стороне стояли. Наводки тебе давали. Говорили, как лучше сделать. Бляха, вот братву привел на помощь. Ладно. Но на химзавод идем все вместе. И не забывай про уговор. Вам только деревня достается. Либо. Вот если бы ты мне не наводки давал, а наводку, то может я бы еще не возмущался. Короче, проехали. Ну, химический завод штурмовать будем вместе. Ну, слушай, я, наверное, все-таки... Мне, конечно, интересно, что будет, если выберется плохой вариант. Ну, я выберу более хороший. Договорились, договорились. Ну что, давай жахнем первую. Давай. Неплохо, пошла, Толик. Неплохо. Чего-то, Водяров, фиговая. Ты чем меня поешь, гад? Да ты что? Вон, смотри, Путинка. Бляха. В натуре отвечаю, лучше тут не найдешь. Чего ты мне лепишь? Я по твоему Путинку от паленой не отлечу. Сам, небось, нормальную Водяру выжрал. А в бутылку от Путинки паленку из ханистры залил. Сейчас я тебе лицо набью. Эй, давай без мордобоев обойдемся. Я тебя позвал отметить победу, а не ругаться. Не знаю, может, контрафакт попался. Давай так, я эту Водяру с тобой больше пить не буду. Мы с тобой сейчас самогонщика местного отведаем. После него и голова не болит. Вот это уже другой базар. Ладно, хрен с ним. Давай самогон накатим. Держи сапарик. В общем, выпили за знакомство. А теперь давай помянем тех, кто пал в боях с этими хмырями. Да нафиг нам пить за этих лохов. Кто сдох, тот просто лошара полный оказался. И за себя постоять не может. Будем пить за меня. Я-то всех почти перебил. Эх, а хотел я за пацанов выпить. Ладно, давай за тебя жахнем. Фух. А вот самогон что надо. Вещь козырная. А чё, закуски у тебя нет, ёпта? А чё нет? Есть, конечно. Да ещё какая. Рыбные консервы и очень неплохие. Держи. О, сейчас закушу. Ну ты о себе расскажи хоть. А то особо про тебя не знаю ничего. Держи стопарик. Я вообще не знаю. Как ты мог про меня не слышать? Я Толик Бомж, авторитет со свалки. Правая рука у меня есть. Лёха Пухта. Тот ещё дебил. Но зато верный пёс, каких поискать надо. Вот в планах, ёпта, подмять всю свалку под себя. И поверь мне, я сделаю это. И пункт приёма стекла, и металлолом подо мной под себя. Бандосов местных выкину со своей свалки. И других быков тоже. В этом можешь даже не сомневаться. А планы у тебя большие, Толян. Давай за них тоже стакан осушим. Это тема. За это я всегда готов бухнуть. Ох. А я вот, кстати, раньше уважаемым человеком был. Работал инженером на заводе. Деньги хорошие получал. А потом перестройка началась. Наш завод ещё как-то худо-бедно держался. Но в 97-м рейдерский захват, или как он там. В общем, новый начальник половину состава сократил. Но меня эта тема не коснулась. Ещё полгода прошло. Предприятие обанкротилось. Оборудование продали. Нам, рабочим, кстати, ничего тогда не заплатили за полгода. Только завтраками кормили. Работы потом не было. Тыкался куда мог. Да везде кидали. Так тянул до 99-го. Пить начал. Женщина ушла моя. А потом хату пропил. И стал вот бомжевать. Но талант не пропьёшь. Из железок вон какую броню себе собрал. Ман, кто осмелится напасть на меня? Но инженером всё же мне больше нравилось быть. Уважаемым он был. Я вот до сих пор уважаемый. И авторитет мой постоянно растёт. Стопку налей. Ну, я тоже сейчас не последний человек. Держи. Давай жахнем за уважение. Уважение дело хорошее. Давай. За уважение ко мне. Ох, чё вырло. Нах ты. Чё? Ты в лицо хочешь, э? Я тебе сейчас лицо порву. Зарою тебя тут. Ты не так меня понял. Точнее, я не договорил фразу. Вот. Концы, рыба, чешуя. Консервы дай мне. И ты это, договаривай тогда, раз начал. На, чё вырло. Ты ту чё вырло. Чётко чё вырло ту замочил. Хасана. С огнём играешь, зараза. Договаривай сразу, если жить хочешь. Я думал, думал ты меня чё вырло и назвал. Не, не, Толян. Я, я так не сказал бы. Ты мужик. Мужик блатной. Выпьем. Давай. Эээ, где? Ик. Я, похоже... Чё ты... Чё бормочишь там? Чё, меня рыбой кормят, смотри. Штаны. Я, похоже, чего? Мокрые штаны. Я, похоже, обоссался. Дааа. Ты больной. Иди проспись. Пузырь вон тот. Давай сюда. Даа. Спать, пузырь. А где мой пузырь? Он валяется. Да, спи. Всё. То есть я мог, в принципе, столько не ждать и набухаться и проспаться. Ну, сейчас посмотрим, сколько время. 16 часов. Кайф. То есть я мог не ждать всё это время, прикинь. В общем, представляете, я мог не ждать столько времени, а сразу с ним поговорить. А я ждал. Ладно, ладно, ладно. Вечер в хату, ёпта. Что-то я ничего не помню. Очухался в каком-то разбитом зиле. Я себя хорошо чувствую после самогона. Ништяк напиток. Готов идти на бандитов с голыми руками. Здорово, Толян. Не помню, как мы вчера разошлись вообще. Ну, ты чего хотел? Самогон это тебе не водя, ары из канистры. Голова от него не болит. Да, мерить нельзя. Готов прямо сейчас надрать им задницы. Я же сказал, что готов. Или ты тупой. Пошли уже. Руки чешутся, кого-нибудь завалить. Всё, сейчас направляемся. Следовать за ремнём. А, он пойдёт сам. Вот это да, ремень вышел наконец-то из своей берлоги. Тогда вопрос, подожди, а почему у Хасана была такая же броня? Неужто, может быть, он был шестёркой Хасана? И ему когда-то сделал такую же броню. Этот наверху так и сидит. Вылезти не желает. О, чё с тобой? Ты чё в мою сторону смотришь? Подожди. Чувак. Ладно. Направляемся мы сюда. Ну, ничего, у меня есть автомат. Ружьишка. Я думаю, с кем угодно справимся. Автомат на одиночный режим. За нами там ещё кто-то бежит. А, это, наверное, смуглый? Да. О, тут уже куча народу. А опять они в линию сидят. Глобарь с кастрюлей на голове. У меня тоже кастрюля есть. Побазарить с ремнём. Ну вот мы и на месте, Толян. Давно пора разобраться с этими халуями. Так что погнали, покажем им, что мы не пальцем деланы. Будет море крови, ёпта. Всё, погнали. Берём автоматик в руки. Тут очень много людей, тут уже 20. Вон, радар улавливает. Конечно, это с нашими. Я думаю, человек 10-15 будет тут. Пошёл процесс. Если честно, даже не очень помню, кто где стоял. Но то мы сейчас потихонечку разберёмся. Вон там люди ходят. Вот тут люди стоят. Ого, сзади. Ладно. Всё-таки убил меня, гадина. О, сразу они меня заметили. Так. Ты так понял, остальные в доме? Где остальные? Ребята наши в какую сторону смотрят? Они просто идут. Как будто тут кто-то ранен, что ли? Обыскиваем, забираем. Даже граната, смотри. Неплохо, неплохо. Опять без фонарика, конечно. Что очень плохо. Ну давай поднимемся на второй этаж. Потому что, может, тут какая-то крыса засела. Главарь местный. Эти уже в дом успели зайти. Чего? А кто стрельнул-то? Ну, они пока просто обыскивают. Захватить химзавод. То есть, кто-то где-то всё-таки есть. А, они за мной, что ли, ходят? Да. Но я не знаю, где противник. А! Это что было вообще? Опять он где-то застрял? Ого, у него какой-то калаш улучшенный. Я так понял, это самый главный. Крест. Теперь его нельзя обыскать. Да, он теперь не обыскивается, потому что он забавился. Всё, обыскал. У него был какой-то ключ. Ключ креста. Открывает... Что открывает, неизвестно. По квесту что? Сбить вертушку? Раскулачивание, в смысле? У этих дуральков нифиговые связи. Раз сюда вертушка приехала. Надо избавиться от неё. Пока она нас не покромсала. Так, но я никакой вертушки не слышу. А что ключ-то открывает? Как вы думаете? В общем, вроде обладил всё здание, но ничего не нашёл. Для вертолёта никакого нет. Походу, у меня что-то сломалось просто-напросто. Вертолёт не заспавнился. Эти дураки бегают за мной, тем самым беся. Потому что в проходах меня застопоривают. Застопоряют. Вертолёты отсутствуют. Вот что за чучело вообще сидят отдельно? А, ну это, собственно говоря, сам ремень. Но он молчит. Подожди, за мной же уже бегал ремень. За мной что, два ремня опять бегает? Нет, а среди них нет ремня. Я переиграл. Снова ищем креста. Подбираем его барахло. Сбить вертушку. Какую? Вот, кстати, сейф, который открывается его ключом. Здесь антипохмелин. Едит кали опять. И наркотическое средство. Угу. Плюс 17 килограмм. 100 секунд действует. Не так уж много, но нормально. Ну и всё. Где вертолёт? АКМС креста. Модифицированный АКМС, принадлежавший раньше авторитетному бандиту по кличке Крест. Установлены оптические прицелы, а также увеличена скорострельность. Мне кажется, он не очень удобный. Он как будто не приближает, а как-то вот, не знаю. Ну ладно. В общем, друзья, ситуация не самая хорошая. У меня сломалась игра, в принципе, уже довольно-таки давно, потому что я не могу спать, да, с кроватьями взаимодействовать. Я не могу, я не мог здесь, в цистерне, набрать топливо, хотя другие люди могли. Что-то в игре у меня сломалось. И сейчас в итоге вылилось в то, что у меня не спавнится вертолёт. Что конкретно сломано, я без понятия. Кто разбирается в моддинге, можете написать в комментарии. Разработчик мода очень расстроился, что не получится продемонстрировать вам. Файт с вертолётом, потому что, как он сказал, он довольно долго возился с его логикой. Но в итоге, видите, что-то у меня сломалось. Опять-таки, у кого-то спокойно спавнится. Вот именно у меня что-то не так. Поэтому сейчас вы не увидите файта с вертолётом, а он просто пропустится, и всё. Как бы это печально не было. Отбиться от подкрепления. Скипается квест с вертолётом. К сожалению, не увидим шикарнейшего босс-файта. Но вот так вот. Какая-то есть проблема, решение которой пока не найдено. Значит, подкрепление какое-то должно прийти. Откуда? Ух, пошёл процесс. Ничего себе там. Я сразу попытаюсь их на входе поймать всех. А, не пробивается? Что, подожди. То есть он с ружья пробил бетонную стену, а я не могу пробить решётчий-то забор. Ладно. Ну это смешно, вы видели? Просто все пули в молоко летят. Там вроде как не было решётки. Там конкретно... Ну не вроде как, а точно нет решётки. Ну и такое бывает. Ладно. Отбиваем последнюю атаку и смотрим, что будет. Готово. Поговорить с темнём. Фух, вот это бой был. Сколько же наших ребят полегло в борьбе с этими? Что бы их? Да что уж там. Сколько их полегло только в этой схватке? Ну ничего. Теперь эти отморозки будут знать, как наших под скальпель класть. Ублюдки. Отлично. Я тут всех побил, ёпта. А когда вертушка прилетела, вы в штаны наложили, твари, и сидели по углам. Почему я должен был с ней один разбираться? Слушай, Толик. Никто вообще не ожидал, что у этих гопников такие связи. Да это яв... Да, это явное ОПГ. Но вертушка, это что-то с чем-то. Такая и мою броню на раз-два прошьёт насквозь. Ну с вами всё ясно, вы лохи конкретные. Иди штаны постирай. А я вот, всё сделал, всех замочил. И теперь я тут царь и бог, моя земля. Вали в свою деревню и радуйся, что я тебе там разрешаю поселиться. Да чего ты такой злой, слушай. А у меня к тебе есть предложение одно. Я тебе что, баба, чтобы ты мне предложение делал? Ты часом не из-за неприводных? Да успокойся ты, выслушай. А как выслушаешь, так там уже думай. Хрен с тобой. Говори, что ты там предложить хочешь. Места эти далеки от свалки. Я тебе это в натуре отвечаю. Да ты и сам поймёшь, когда обратно потопаешь. В общем, такую тему тебе предлагаю. Свалка, место не близкое. Ты это поймёшь, когда туда двинешь. Устанешь идти. Кто-то же должен присматривать за твоими новыми владениями. А мы пока не собираемся отсюда сваливать. Я как самый авторитетный в этих краях могу присмотреть за химическим заводом. Остальных ребят распределим по другим точкам. Правда, ребят мало осталось. А ты в любое время сможешь прийти и проверить, как тут дела обстоят. Звучит разумно. Ладно, оставляй старших. А ты будешь за химизаводом присматривать. Хотя на кой хер мне эти места сдались. Тут же толком нет ничего. Ну ладно. Я не просто так дрался. Мне на свалку надо. Дела делать. Давай дорогу показывай. Рад, что ты согласен. Очень рад. В общем, до свалки тебе придётся конкретно прогуляться. Отмечу тебе дорогу, которая туда ведёт. И ты это, заходи к нам. А здесь тебя всегда рады будут. Надо будет, зайду. Бывай. Вот и всё. DLC закончено. Ого, у него сколько всего. Ну, я так понял, он это понабирал просто. Спокойников. Или он типа торговец. Но у него деньги в любом случае ограничены. Так тогда с 25 тысяч Мосинку можно продать. Обалдеть. DLC закончено. Все квесты выполнены. Теперь нужно переходить. Правда, что-то перехода не вижу. Может, оттуда дойти нужно. А, ну я пришёл на точку. Но ничего не обновляется. Но по факту, я же говорю, у меня вся игра сломана. Тут просто должен появиться переход на свалку. И просто я перейду на свалку. На этом DLC будет пройдено. И всегда можно будет вернуться сюда обратно. Правда, не очень понимаю, зачем. Тут, в принципе, ничего нет. Возможно, если побегать по болоту, можно было бы найти какие-то железки там. С помощью детектора. Но вообще, с этого DLC я получаю очень жирный хабар довольно-таки. Это плюс ещё у меня много чего пропало. Плюс я ещё много чего не подбирал. Но так-то у нас есть Мосинка. Крутой металлоискатель. То есть, я смогу искать на свалке ценный металл. Сюда можно пойти до того, как на свалке ты сможешь получить такой металлоискатель. Даже? Ну, вроде когда. Поэтому, в принципе, как бы вот так. Пишите, что вы думаете по поводу DLC. Ссылка на все прохождения. Если вдруг вы не посмотрели всё-таки последствия и само приключение Толика, то посмотрите ссылки в закреплённом комментарии. Моды хорошие. Разработчик сделал классную модификацию. Это вообще не сталкер, да, как бы. Но очень интересно. Сразу же мне очень понравилось. Ссылка на группу автора также будет в описании. Зайдите, посмотрите, зацените. Подписывайтесь. Потому что там крупный мод разработчик делает сейчас. История Пухницкого и ещё что-то. Какой-то андон, я не совсем понял. Погодный, что ли. Также считаю правильным поддержать разработчика за его труд. За прошлые моды, за этот мод. Поэтому жму в его официальной группе кнопку поддержать. Мы активно работаем над созданием и расширением вселенной Толика Бомжа и его верного подавана Лёхи Пухты. Ваша поддержка – лучший способ показать вашу заинтересованность в этом контенте. И возможность нашей команде улучшить качество франшизы. Ну и разработку на дождь уйдёт немного. Вот так вот. Так что я предлагаю разработчику пожертвовать. Немного, но думаю ему будет приятно. Ну можно с банковской карты. Вводим данные карты. Разумеется, я вам не буду их показывать. Готово. Перевод отправлен. Обновляем страницу с донатами. Они тут увеличились? Да, увеличились. До меня было два, а теперь со мной четыре. Опять-таки немного, но разработчику будет приятно. Это такая небольшая благодарность за его труды. Вот в принципе и всё. Ждём историю Пухтинского. Как видите, она в разработке. В очереди. Запятая. GSWR-адdon сейчас разрабатывается в первую очередь, как я понимаю. Всё. Всем до связи и пока. Субтитры подогнал «Симон»